Алисе всего шесть. Освоение нотной грамоты еще впереди. Но за фортепиано девочка чувствует себя в родной стихии. Тем более рядом папа. Самому Михаилу ради концерта пришлось вспомнить школьные уроки музицирования. Вместе с дочкой три недели готовили номер. Любовь к музыке надо прививать с самого раннего возраста. В принципе, это развивает личность и делает полноценным человеком понимание этого слова. На седьмой городской фестиваль «Мама, папа, я. Музыкальная семья» токаревы пришли расширенным составом. Еще и племянников захватили. Музыка нас связала, это про них. Началось все в школьном хоре. Именно там, в старших классах, познакомились Алла и Михаил. И больше не расставались ни друг с другом, ни с мелодичным искусством. Когда ты попадаешь в эту атмосферу, просто не можешь вырваться отсюда. Она затягивает. Потому что помимо того, что мы играем на музыкальных инструментах, наша школа – поющая школа. И в нашей школе хор – это не просто хор, а это коллектив. 32 дружные, поющие и играющие на самых разных музыкальных инструментах семьи объединил фестиваль семейного творчества. Идея настраивать тонкие струны души сразу у нескольких поколений родилась в первой детской экспериментальной хоровой школе несколько десятков лет назад. Затем фестиваль стал районным, а потом и городским. Школа без семьи и семья без школы не может воспитать всесторонне развитую личность, ребенка. У нас дети и родители ежегодно посещают филармонические концерты абонементные. Мы уже здесь воспитываем не только ребенка, мы воспитываем родителя. Вот это вот творчество совместное. Фестиваль посвятили 70-летию Великой Победы. Эта линия пройдет через все концерты этого года. Ведь именно в семье воспитываются герои, уверены преподаватели музыки. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова